Доля атомной генерации в общем энергобалансе страны сегодня составляет порядка 19% от всего объема выработки электроэнергии. Каждая пятая лампочка в России горит от энергии, выработанной атомными станциями. О том, как ведется работа на Калининской атомной станции в Тверской области, наши коллеги из регионального телевидения Удомли подготовили сюжет. В настоящее время на блоке номер один Калининской АЭС проводится плановый капитальный ремонт с масштабной модернизацией важных систем жизнеобеспечения. Ее основная цель – это техническая реновация энергоблока с глубокой модернизацией и улучшением технических характеристик оборудования. Сейчас блок номер один имеет разрешение Ростехнозора на работу в продленном сроке до 2025 года. После успешного завершения всех операций срок его эксплуатации может быть продлен до 2044 года. Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков – это общемировая практика и абсолютно объяснимый процесс для любого предприятия, которое уделяет серьезное внимание своему развитию и обновлению. Больше 60% всей электроэнергии выпускаются блоками, которые работают в продленном периоде эксплуатации. Это само говорит за себя. Значение самое важное – продление срока эксплуатации. Ну, это может быть второе после пуска новых энергоблоков. Во время проведения капитального ремонта выполнена одна из важнейших операций – установка на штатное место нового статора-генератора. Это основной элемент турбоагрегатора, который предназначен для преобразования механической энергии, получаемой от турбины в электрическую. Статор – одна из самых тяжелых единиц оборудования на АЭС, и ее вес составляет более 300 тонн. Его замена позволяет увеличить надежность и стабильность работы электротехнического оборудования энергоблока. Я считаю, что организована хорошо работа, и я уверен, что она будет выполнена в те сроки, которые намечены. В настоящее время на блоке задействовано 900 человек собственного ремонтного персонала, 2000 специалистов ремонтного персонала подрядных организаций.